Мы находимся в Канкун, рядом со мной Дельшат, человек, который с семьёй едет сейчас в данный момент в Тихуану. Дельшат, расскажите, с чего всё началось, откуда вы и почему решили поехать по этому пути? Мы с Бишкека, почему поехали, решили поехать. Ну, наверное, самый удобный для нас вариант был. Что ещё? В принципе, без затруднений прилетели. Проблем, в общем, не возникло у нас. Как давно вообще решили, что вы хотите в Соединённые Штаты? Сколько прошло времени? Ну, около пяти лет, наверное. То есть хотите пять лет уже попасть в ней? Ну, а так вот по дороге какие-то трудности были, о которых хотели бы рассказать? Трудностей вообще не возникало. Я знаю, что там в Германии. А, в Германии, да, у нас, получается, посадочный талон нам в Москве не выдали. И так получилось, что во Франкфурте я узнал, что у меня их нету. И вот попросил Илью помочь, как бы, Илья в течение пятидесяти минут уже решил этот вопрос. И получили мы эти посадочные талоны до Канкуна. Ну, а вот в Канкуне общее впечатление, как о Канкуне? Что здесь делали, где были, на чём передвигаемся, где живёте? Сняли машину в аренду, ездили на пирамиды Майя, съездили. Очень красиво. Вот на пляжу сейчас находимся. Красота вообще, да? Как погода? Погода вообще шикарная, если честно, шикарная. А какие планы по Америке? Где планируете быть? В Америке? Ну, планируем в Чикаго или Нойс, туда. Я знаю, вы едете большой семьёй, сколько у вас человек? Нас четверо. Жена и вот две маленькие дочки. Так, а вот по ценам. Я знаю, что вы были в магазинах здесь, в Канкун. Как по ценам, ценовое образование? Цены, в принципе, дешёвые, если сравнивать с Москвой. Здесь намного дешевле. В общем, и продукты, и питание. Дешёвое, да, здесь? И вкусное причём. Понятно. Хотели бы что-нибудь передать тем, кто сейчас планирует эмигрировать через Мексику, из Кыргызстана? Ну, что хотел бы сказать. В принципе, приезжайте, работайте с Ильёй. В принципе, можно довериться этим людям. Всё, в принципе, как говорят. Сами люди, если честно, хорошие, да? Спасибо. Друзья, подписывайтесь на наш канал, заходите на наши сайты. Статистику по вашей стране и вообще по странам СМГ, связанную с нарушениями прав человека. То, что можно использовать в кейсе на политубежище, можно найти на нашем сайте www.мигрант.media. Мы её обновляем. Сайт обновляем каждую неделю. Вы можете просто указать свою страну и посмотреть, что же происходит на самом деле в вашей стране. Ну, не так всё хорошо, как иногда кажется на первый взгляд. И в Бишкеке, и в Узбекистане, и в Таджикистане, и в России в том числе. Особенно, кстати, в Бишкеке после выборов. Есть там определенная тенденция, которая не очень всем нравится. Да, да. Так что, ну и меняйте свою жизнь к лучшему. Привет вам с не солнечного, да? Второй день уже не солнечный Канкун.